Ну что, выберем себе смарт-тв-бокс за 25 баксов с автофреймрейт. Вообще, тема достаточно интересная, поэтому мы в сегодняшнем обзоре это сделаем. Сделаем это на базе, наверное, X96, мини-обзора которого на канале никогда не было. Поехали! Тема с тв-боксами за 25 баксов давно-давно есть у меня на канале. Меня очень часто дергают, спрашивают, что же взять именно из Китая. Потому что за 25 баксов, если потерпеть, то можно попробовать выхватить Amazon Fire Stick TV 4, вернее, Amazon Fire TV 4K или Amazon Fire 4K TV Stick, короче, не важно. Но! Очень многие меня спрашивали, Бабл, а почему у тебя нет X96 мини-обзора? Он же сейчас, в 2019, вернее, 2020 год уже на дворе. Да, в 2020 году стоит 25 баксов, приставка действительно дешевая, и вот ее нужно рассмотреть, и она такая классная, и там есть Android TV 9. Я полез на 4PDA, посмотрел, действительно есть порт прошивки, портированная прошивка Android TV 9 на этот X96 мини, это действительно круто. Но! Но! За 25 баксов есть еще кое-что другое. Давайте для начала перейдем с вами на Алиэкспресс и посмотрим, что же у нас там есть. Итак, мы с вами на Алиэкспресс. 25 долларов 38 центов X96 мини, версия 2 на 16, 1 на 8 будет стоить 21, но вообще не советую брать. 2 гигаба нужно. Мы с вами получаем IMLogic S905W процессор, это 4 ядра по 1, 2 гигагерца, графический процессор Mali-450, 2 гигабайта на 16, OS Android 7.1 или 9.0, он тут едут, понимаешь, что надо выбрать. Поддержка H265 4K 30 FPS, то есть он 60 FPS не поддерживает. И в принципе YouTube, ну короче, это мы сейчас еще обсудим. И в принципе вот такая вот приставочка. Но я дело в том, что делал обзор другой приставки TX9S. Тоже стоит 25 долларов с мелочью, почти 26. Да, здесь 2 на 8, но за эти деньги вы получаете нечто другое. Вы получаете 8-ядерный S912 с Mali-T820 MP3 ускорителем. Да, 2 гигабайта оперативной памяти, да, 8 гигабайт хранилища, но вы плюс получаете еще HDR10, вы получаете H265 кодек с 60 кадрами в секунду. Вы получаете 1000 мегабитный LAN. На секундочку в X96 mini 100 мегабитный LAN. Деньги те же, ребята, деньги те же. Плюс в TX9S у нас есть True HD звук, есть HD Hi-Res звук при использовании внешних ресиверов. А в X96 mini только 5.1 звук. И еще X96 mini, я вам скажу заранее, не может нормально проигрывать хорошие тяжелые фильмы с жесткого диска. Да, вот такая правда. Я вам покажу это в обзоре. Насчет TX9S. Ссылка на оригинальный обзор плюс ссылка на сам TX9S лежит в описании под видео. Ссылка на X96 mini, на проверенного продавца, тоже лежит в описании под видео. Кстати, в Украине его можно взять за те же деньги прямо по месту. Это то, что я знаю. Что мы сделаем? Мы с вами будем рассматривать X96 mini именно на Android TV 9. Да, мы будем рассматривать именно на Android TV 9, на старой прошивке. Я его не рассматриваю вообще. Что могу сказать заранее? Заранее могу сказать, что сеть 100 мегабит, 2.4 посредственные 20 мегабит. Плюс у нас есть 5.1 звук самый простой. И у нас YouTube 4K 60 FPS не идет. Просто вообще 4K YouTube откидываем. Идет у нас YouTube нормально 2K и плюс 2K 60 FPS идет. YouTube действительно идет. IPTV отлично играет. Торренты в Full HD проигрывает. Ну и плюс, конечно же, он греется. Кстати, это X9S. Пойдите, посмотрите нагрев. Там все намного веселее. Но при этом я советую дождаться конца видео и резюме нашего по этим самым приставкам. Потому что X96 mini в данном случае рассматривается на канале впервые. И делаем мы тесты его вот как на обычный ТВ-бокс. Обзор, несмотря на то, что 2020 год на дворе. Переходим. Ну, перед этим мы подписываемся. Нажимаем колокольчик. Ждем резюме. Участвуем в розыгрышах акций. О чем я еще не сказал. Не сказал о пабликах наших, чатах, телеграмм и все остальное. Там у нас есть в описании под видео много ссылок. Переходите, советуйтесь, там общайтесь. Я вообще не против. Но сейчас берем этот X96 mini и переходим. И будем уже его обозревать. Для начала мы посмотрим на хобби идеи, что у нас есть для X96 mini. Характеристики мы с вами уже выяснили. Все здесь понятно. А вот у нас есть очень много всего. Экосистема действительно очень сильно развита. Очень хорошо все у нас работает. У нас есть и прошивки на Android 7. При этом есть у нас прошивки даже на Oreo 8.1. Есть у нас официальные прошивки. Есть у нас неофициальные прошивки. Плюс есть моды прошивок. Слушайте, прошивок на него огромное количество. И это еще из мекулов есть. Слушайте, совместимых прошивок очень много. Даже есть TV Experience. Это, кстати, прошивочка очень даже неплохая. Она мне очень сильно нравится. Это, кстати, на базе Android TV. То есть, ну, такое запилили. И плюс есть еще прошивки на 9.0. То есть, да, для этой штуки есть 9 Android. И здесь есть у нас стоковая прошивка на 9.0. Есть TX3 mini порт. Есть у нас моды Android TV. Ребята, здесь действительно круто. Из известных проблем, ну, все здесь есть. Обсуждение всех этих вопросов. Переназначение клавиш. Настройки различных программ. Увеличение буферов. Стабильные настройки инструкции по запуску Linux. Такое тоже есть. На TX9s у нас есть тоже прошивки. При этом есть даже 6.0.1 от Ugoos. Туда портировали. Есть у нас стоковая прошивка на 9.0. Да, 9 Android для нее есть. Есть Frankenstein прошивка на Android TV. Кстати, вот, пожалуйста, смотрите. Есть у нас различные модификации. Плюс есть различные инструкции по установке Core Elec. Ребят, зачетно. Но ждем резюме. Переходим к самому обзору. Да, Android TV. Да, 9 на X96 mini. И дабы не говорить, что это не так, мы с вами пойдем сразу же в настройки устройства и посмотрим об устройстве. Это X96 mini, RP и версия Android TV 9. Вернее, это порт Android TV на X96 mini. Что здесь есть интересного? Прошивка самая обыкновенная. Ничего суперинтересного в настройках нет. Есть Android Settings. Где есть у нас дисплей с разрешением до 4К. Есть у нас рабочий HDR. Есть у нас HDMI цикк, который так-сяк работает, но он работает. По крайней мере, на отключение у меня с LG заработал. Есть Audio Output. Power Key Definition можно выбирать. Действия по кнопке выключения. И есть у нас регулировка картинки, которая не работает на Mlogic, кроме UGUS'ов. И чистые настройки интернета. Вернее, настройки обыкновенного интернета. Все, больше ничего из настроек у нас нет. Сразу же пойдем с вами, так как мы же с вами помним, мы оцениваем ее как полную приставку, полноценный обзор приставки, так как у нас никогда не было обзора на этот X96 mini. И это X96 mini, 2х16, центральный процессор S905W, 4 ядра по 1,2 ГГц. За отображение отвечает Mali-450 MP. Сеть у нас сейчас подключена Lanar J45. Кстати, температура, это горячий процессор. Я сразу говорю, это горячий процессор. И я уже предупреждал, что вообще-то прошлое поколение процессоров, они все у нас такие достаточно теплые. Здесь есть у нас VP9 аппаратный. Где он тут? Да, вот, IMLogic VP9 Decoder. Кстати, не путайте. Некоторые мне пытались на выныре указать, что там VP9 есть. Только не прочитали, что перед тем, как в VP9 стоит Google, а это программный декодер. Немножечко не то. Есть у нас с вами AFRD, который полностью работает. Почему? Потому что здесь есть в этой прошивке root-права. А это значит, что у нас есть правильный автофреймрейт, который дает нам возможность смотреть правильно фильмы. Конечно же, экосистема развивается, очень много проблем решается. Но, в частности, вот именно проблема с перегревом меня волновала больше всего. Поэтому я и не решался на нее делать никаких обзоров. Запустим короткий тест CPU троттлинг тест. Но я вам скажу сразу, что ее нужно охлаждать. Она будет в таком варианте троттлить. Но мы с вами проведем тест сначала без охлаждения. Потом поставим простой вот такой вот охладитель. Мы уже показывали в обзоре обыкновенный вентилятор. Конечно, в нем можно насверлить каких-то дырочек дополнительных сверху. Либо приделать какой-то радиатор. Но давайте посмотрим, что он так может, что может с охлаждением. И посмотрим на разность производительности. Сказать, что бы она троттлила? Ну, нет. Были какие-то моменты артефактов, которые у нас уходили. Но, в целом, приставка прошла троттлинг в тест нормально. Как для IM-Logic S905W процессора. У нее максимальная производительность 26-048 джипс. Минимальная 18-754 и средняя 25-110. А вот по температуре максимально было 88 градусов. Это то, о чем я говорил. Поэтому, вы знаете, даже не вижу смысла ее охлаждать. Буду тестировать именно в таком варианте исполнения ее производительность. Насколько она сможет работать. Потому что мы-то все-таки с вами не должны вылезти в бюджет 25 долларов. Хотя, я вам скажу, при наличии дополнительного пульта с голосовым управлением, если мы нажмем на голосовой поиск, вот я вам сейчас покажу, самый лучший фильм. То у нас еще и голосовой поиск работает. То есть, представляете, да? На Android TV за 25 баксов. На Android TV 9 за 25 баксов приставка. Все, заработало. Выходим. Из системных тестов я хотел бы еще сделать спид-тест. Но здесь у нас не будет никаких сюрпризов. 2.4. То есть, ничего экстраординарного у нас не получится. 2.4 ГГц плюс LAN RG45 на 100 мегабит. Стартуем наш LAN RG45. Честная сотка. 92-94 на загрузку. Сейчас посмотрим на результат. Это 92. То, о чем я говорил, 91.7. И примерно столько же на выгрузку. Это 100 мегабитный LAN. Протестируем также 2.4 ГГц Wi-Fi. Это такие вот середнячковые результаты. 21.8 на загрузку. И вот что-то у нас на выгрузку он стартанул низко. Он что-то работает на выгрузку всегда. 2.4 Wi-Fi. Поэтому я бы вообще здесь советовал его коннектить через LAN RG45. Хотя, в принципе, IPTV на таком смотреть можно. В принципе, системные тесты закончились. Проиграем с вами тестовые ролики. Какие-нибудь, например, я не знаю, LG, New York, 4K, демо. Давным-давно используете ролики для тестов. Ну и тяжелые тестовые ролики работают. Проиграем ролик Sony 3Luminus demo. Посмотрим. Да, есть притормаживание в 4K контенте. То есть 4K контентом именно 100% жесткого диска будет вопрос. Потому что у нас есть, скажем так, всего лишь USB 2. И USB 2 такое себе. Мы все-таки понимаем, что это бюджет. Мы сейчас переключим в другой USB 2. Нет, Sony 3Luminus demo притормаживает. Ну вот, честно говоря, что есть, то есть. Не буду скрывать. Мне скрывать здесь нечего. 4K 10-бит, я думаю, что он тоже не потянет все-таки. Хотя, ну, потянул. Но все-таки вот с внешнего SSD это проблематично 120 Mbps. Я думаю, что здесь должны быть фильмы. Если на жестком диске, то не сильно тяжелые. Сейчас попробуем Samsung 7 Wonders проиграет или нет. И нет, к сожалению. Так что, да, с внешнего жесткого диска здесь такой вопросик себе еще тот. Давайте проверим аудио. Что у нас здесь с Dolby Digital? Давайте, VLC, есть ли у нас проброс? Да, Dolby Digital показала. Все норм. С Dolby Digital тут вопроса нет. Давайте попробуем DTS HD Hires. Первый попавшийся включаем. И у нас получается DTS HD Hires сбрасывается в DTS ядро. Хорошо, давайте еще попробуем Dolby True HD. Короче, здесь есть DTS 5.1 ядро и есть Dolby Digital Plus. Dolby True HD нет, к сожалению. Все. Ну, как бы тема с внешним жестким диском, нам понятно, она закрыта. Тут, к сожалению, достаточно тяжело он проигрывает с внешнего жесткого диска фильма. Не знаю, с чем это связано, хотя у меня подключен SSD с интерфейсом USB 3. Давайте сейчас YouTube-чик погоняем обязательно. 4K 60 FPS попробуем. Но я вам скажу сразу. 4K 60 FPS, iMlogic S905W не мог, никогда не мог. А вот 2K 60 FPS просто играть обязан. Давайте переходим на наш канал 4K GeoPlaces. Давайте, поехали. 4K 60 FPS, у меня как раз здесь включен ролик. И смотрим, что он нам покажет. Ну, как я и говорил, 3840 на 2160 он ушел в один сплошной фриз, плюс дропы. Все, он это не воспроизводит. Но как только мы поставим с вами 2K 60 FPS и включим на воспроизведение, то 2K 60 FPS пошло отлично. Из 6 стартовых дропов все остальное воспроизводится. Сейчас очень медленно просто фон идет. Сейчас дождемся смены самой картинки. Это, кстати, наш ролик. Мы его снимали буквально недавно на Розовом озере в Украине. Это красивейшие виды. Мы видим, что все отлично. Все просто отлично. Снимается и 2K 60 FPS идет. Кстати, мало того, здесь идет и 4K 30 FPS. Тоже без каких-либо проблем. Вот, пожалуйста, у нас 2K 30 FPS. Ой, 2K 60 FPS. Отлично. И давайте выберем что-нибудь из наших тоже роликов, чтобы не было претензий правообладателей. Где там наш 4K Geo Places? Ну вот, 4K 30 FPS. Сейчас посмотрим, что у нас получится. 2K, само собой, работает. Переходим на 4K. Давайте, вот, 4K. И 4K 30 FPS он начал декодировать и ушел в дропы. Поэтому, ребят, 2K. А 2K это верхняя граница нашего YouTube для X96 mini. IPTV просто обязан работать. HD каналы, потому что IPTV работает везде. Ну вот, любой, поехали, VIP премьер HD канал. Тут у нас вопросов нет. Все заработало мгновенно. Все, и вот, если я начну переключать, то как бы IPTV здесь будет работать отлично. Давайте, следующий канал. Все супер работает. Давайте еще следующий канал. Вот для IPTV верю. Вот для IPTV я верю в эту приставку. Для IPTV и YouTube Full HD. Вот действительно. Не более. Пока что на самом деле. Не более. Все включилось. Пожалуйста. Все. IPTV выходим. Насчет торрентов. Насчет торрентов онлайн. Это еще та песня, конечно. Мы можем попробовать 4K HDR на 15 гигов проиграть. Но я на торсерве, но я сильно сомневаюсь, что он это сможет. Даже на LAN подключении слабоват немного процессоров. Но подождем результатов. Вот он начал набор пиров. И что-то у него там как-то неуверенно он их набирает. Включим это все через Vime Media Player. Ну и это долго. Это долго. Это виснет. Тут я понимаю, что есть на самом деле. Давайте какой-нибудь торрент на 1080p. Там возможно что-то заработает. Но как бы действительно. Android TV 9 на столь старом процессоре. Вот кстати Full HD торрент. Смотрите как там прям как самолетик полетел. Выберем сразу Vime Media Player. И вот здесь вот Full HD торрент пошел. Ну вот как бы вы видите. Давайте подождем пока пройдет стартовый буфер. Если заработает и дальше будет воспроизводить отлично. То мы понимаем, что здесь Full HD какие-то торренты. Не тяжеловесные мы сможем смотреть. Да воспроизводит. Да играет. Ребят не ожидал. Честно я был более пессимистично настроен. И в принципе что еще. Да в принципе все. Потоковые видео возможно проверить стоит. Давайте тогда это проверим в HD видеобоксе. Любой фильм потоковый. Например фильм Черная пантера. Можем выбрать. Тоже вам качество есть. 1080p. И да это начало воспроизводить потоковые фильмы. У нас воспроизводят тоже без каких-либо проблем. Поэтому я готов выйти. Прорезюмировать данное видео. И уже принимать какое-то решение. Что же все-таки лучше. Взять в столь низком бюджете. Выходим. Резюмируем ребят. Вы знаете. Я вам скажу. За 25 долларов. Если рассматривать ее. Вот конечно просто для IPTV. И YouTube. И фильмов потоковых. До 1080p. В принципе эта приставка хороша. Но мнение канала TechnoZone. Что мы не рекомендуем его покупать в 2020 году. Он достаточно тормознутый. И несмотря даже на то. Что у него есть авто фреймрейт. Есть root права. И даже Android TV пришивка на базе девятого андроида. В данном случае за ту же цену мы советуем рассматривать. Tynix TX9S на восьмиядерном iMlogic S912 процессоре. Почему? Первое. Производительность. Второе. Звук. Третий тысяча мегабитный LAN. Плюс тоже большое количество различных прошивок. Поэтому наше мнение. X96 Mini в 2020 году. Да. Имеет право на жизнь в качестве OTT приставки для IPTV. И очень-очень легких фильмов онлайн. А TX9S при подключении LAN RG45 через тысячу мегабит. Имеет право на жизнь в плане хорошего звука. Воспроизведение тяжелых торрентов. Воспроизведение YouTube. Воспроизведение IPTV 4K. Там это все возможно. И если вам нравится то, что мы делаем. Ставим пальцы вверх. Если нет пальца вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и X96 Mini на канале Технозон. Пока, ребят.